Тут рукава, да? Наши товарищи в городе Челябинск. Чел... Челороб.ру. Делают скакалки. Кстати, вот за счет вот этих ручек, безусловно, плюс вот эти длинные ручки мне больше понравились. Это у нас какая скакалка красивая такая, трюковая, как бы, да? Для фокусов. Но она тяжелая тоже, прикольно. Но она тяжеленькая такая, да. Ей приходится работать кистями. Вот на этой длинной скакалке мне больше нравится, что... как бы она... Мне даже кажется, что она более скоростная. Эти длинные ручки, конечно, классно. И здесь хорошо никакие здесь не подшипники стоят, ничего. А сделано, что она самостоятельно прокручивается под своей тяжестью инерции. Это здесь тросик. Конечно, бьет больно, если попадает. Но... А вот это, это как скоростная позиционируется, да? Это было для бойцов. Да, для бойцов. А это скоростная, потому что... Ну, здесь тоже она... А, она... А, она удлиняет здесь этот... Он постоянно висит, это кольцо. А, нет, тоже вытаскивается, наверное, да. Да-да, есть запасные части, кстати, к ней. Да, она скоростная, почему? А почему она скоростная? Ну, безусловно, кстати, да. Эти более короткие ручки... А этот шарнир, да? Кстати, да. Она такая, более скоростная. Но мне очень скакалки понравились. Давал тоже и спортсменам попробовать. Отличные скакалки. Но мне все-таки больше нравится вот это с белыми ручками. Ой, с длинными, с длинными ручками. Может быть, это для ленивых. Ну-ка, если взять короткими... Да. Да, вот это как раз длинная ручка, и получается, что кистью приходится работать больше. Работает кисть, на самом деле. Да, да. И одновременно, как кистьевой, чуть ли не тренажер получается. Сюда можно самостоятельно, может, грузик добавить. Вот это вот как указка работаешь. Вообще достойные скакалки. Полностью согласен. Можно пользоваться? Как еще раз? Чел? Челрок. А, Челроб. Челроб.ру. Челроб.ру. Классные скакалки. И такие не одноразовые. Не вытягиваются, ничего. Плюс запасные здесь с ними идут запчасти. Отличные скакалки, безусловно.